Девушки отдыхают Даму, которая убила отчима, домогавшегося до ее сестры, осудили Аварии с камер видеонаблюдения и регистраторов Женщина пыталась смыть деньги в унитаз Лихач, который протаранил Роллс-Ройс и олигарх, снова встретились в суде И на поле боя, и в мирное время Стояли уральские богатыри за правду За силу русской земли За счастье родного дома И традиции богатырского качества Сильны и по сей день Уральский богатырь Сила в качестве Акция от компании Пластокно Весь октябрь распродажа окон от производителя со скидкой 50% на изделие Оплата после монтажа С нами теплее Братьев Кошириных 54 Телефон 258-77-55 Настоящие фирменные аляски и бомберы Милитари и кэжуал Модная брутальная одежда В магазине альфа-74.ком Зимой будет тепло ТРК Фиеста ТК Курчатов На Ленина 86 Шокирующий случай в поселке Кременкуль Собаки растерзали двух человек Причем все зафиксировала камера видеонаблюдения Наш корреспондент встретился с пострадавшими и очевидцами Артем Самсонов расскажет жуткие подробности Все произошло в поселке Кременкуль У главного входа в здание кондитерской фабрики По предварительной версии Собаки напали на сотрудника предприятия Который стоял на крыльце Ему пришлось буквально отбиваться от разъяренных животных Мужчину спасли его коллеги Как озлобленных псов отгоняли при помощи огнетушителя Зафиксировала камера видеонаблюдения предприятия Это кадры с камеры наблюдения Агрессивных животных поливают из огнетушителей Но озлобленные псы, почуявшие запах крови Лишь отбегают в сторону Другое оружие тоже не приносило результата Электрошокерам нужно непосредственно Касание должно быть Но это невозможно сделать две собаки То есть как бы электрошокер короткий То есть как бы волнами пытался на расстоянии Но не реагировал никак Когда поняли, что ситуация критическая Один из сотрудников подъехал на грузовике Пострадавшего заслонили машиной И отвлекли внимание бойцовых собак А кровавленного мужчину затащили в помещение И сразу передали в руки фельдшера До приезда скорой помощи 48-летний раненый Мог просто не дожить Фельдшер Елена оказала ему первую помощь Уже видя характер повреждений Потому что длительное время находился в собачьих зубах То есть на нем была разорвана одежда Человек находился в шоковом состоянии Вот он был у нас в сознании То есть пытался активно с нами разговаривать Жаловался естественно на боль То есть пытались остановить кровотечение Человека обезболить И по возможности как можно быстрее Достоять лечебное учреждение Потом пострадавшего передали Приехавшей бригаде скорой помощи Которая доставила его в больницу Всего на два часа раньше своего земляка В руки медиков попал 39-летний Альфред Сулейманов Агрессивные псы напали на него ночью Когда он возвращался домой из гостей Но собака от меня периодически пыталась до меня допрыгнуть Я отгонял Снял кофту и пытался отгонять И остановилась какая-то машина И это мне чуть-чуть помогло Этот мужчина вышел из машины и отогнал собаку Кто был этот мужчина на автомобиле Неизвестно Но он спас ему жизнь Потом Альфред сумел позвать на помощь Сейчас он тоже в областной больнице номер 3 С 4 на 5 в 5 утра был доставлен первый пациент С укушенными ранами предплечья и правой голени Второй, значит, был пациент доставлен через полтора часа Состояние было тяжелое Поэтому он взят был в операционную Сейчас покусанные собаками люди уже идут на поправку Тем временем топ-менеджеры предприятия И сами пострадавшие не хотят оставлять такой инцидент безнаказанным Что собаки по-прежнему находятся рядом Что это нам не гарантирует Что завтра или сегодня ночью Они снова здесь будут атаковать Полиция Сосновского района уже начала проверку Установили хозяина псов Правда, пока он не дает комментариев Артем Самсонов, Кирилл Уланов, 31 канал Организатор кислотного покушения проведет в СИЗО Два месяца на время следствия Такую меру пресечения ему избрал Тракторозаводский районный суд Правда, прессу на судебное заседание не пустили Фемида обеспокоилась чувствами обвиняемого в громком преступлении Под стражей оказался 44-летний Валерий Лестев По версии следствия, он решил убить подругу, которая собиралась с ним расстаться И хотел, чтобы перед смертью она помучилась Как сообщают сыщики, мужчина искал исполнителя этого замысла И был готов заплатить ему 85 тысяч рублей Но об этом узнали полицейские И в качестве наемника выступил один из оперативников Встреча заказчика и киллера, видимо, прошла по плану И чтобы отчитаться, что задача выполнена И получить деньги за убийство женщины Сотрудники МВД привлекли средства массовой информации Вот такой пресс-релиз был разослан во все новостные ленты В первом подъезде дома номер 52Б по улице Косарева Обнаружена женщина с кислотными ожогами лица Которая до приезда машины скорой медицинской помощи скончалась В итоге, женщина жива и здорова А заказчик задержан при передаче денег И на него завели уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации По Челябинской области Возбуждено уголовное дело В отношении 44-летнего местного жителя Который подозревается в совершении преступления Предусмотренного частью 1 статьи 30 Частью 3 статьи 33 Частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Это покушение на организацию убийства Это страница в социальных сетях Арестованного Валерия Лестева На этих фотографиях он в обнимку со своей любимой Именно она решила бросить его ради другого Поэтому он, видимо, и решил отомстить О самом арестанте известно, что он прописан в Ханты-Мансийском автономном округе А в Челябинске снимает квартиру Работает слесарем Под стражу на 2 месяца его отправили Потому что побоялись, что он может оказать давление на потерпевшую Или скрыться от следствия Жуткая находка в подъезде дома по улице Суркова На площадке третьего этажа найдено тело мужчины Труп был в одних трусах Мертвого человека нашли здесь, днем жильцы дома Весь этаж был в крови Тут все в крови было Три ножевых ранения, сказали, скорая Никакого шума не было Вот я, наверное, не слышала ничего Я только услышала, когда тут стали уже следователи ходить Я уже глянул Позже следователи задержали подозреваемого в убийстве Им оказался сосед Оказалось, он расправился с 34-летним знакомым В ходе ссоры Ударом ножа в грудь А потом выкинул его тело на лестничную площадку Сейчас подозреваемый в расправе арестован Предполагаемый насильник, от которого забеременела 12-летняя девочка Отправился под стражу на 2 месяца В следственном изоляторе он пробудет, пока идет расследование Напомним, семья 7 месяцев скрывала положение дочери Но на характерно большой живот школьницы обратили внимание Инспекторы по делам несовершеннолетних Об этом они сообщили в полицию По некоторым данным, семья является неблагополучной Служители закона задержали предполагаемого отца ребенка И хотя 28-летний мужчина свою вину отрицает У следствия оказалось Достаточно улик его интимной связи с пятиклассницей И мужчину отправили за решетку 13 подозреваемых в организации бунта в сезон номер один В скором времени предстанут перед судом Завершено расследование громкого уголовного дела Оксана Кравцова расскажет подробности На установление всех обстоятельств потребовалось почти 2 года Теперь материалы уголовного дела составляют 50 томов Напомним, волнения в следственном изоляторе начались 8 декабря 2014 года Еще днем от заключенных и их родственников Стали поступать жалобы на плохие условия содержания Это что? Это так называемая каша На молоке? Нет, какой молок Нет, нет молока Стол сытается, лавочка, вот она На нее сел и держишь еще равновесие, чтобы, не дай бог, не упасть А уже ночью состоялся бунт По официальной информации, все началось с конфликта в одной из камер Разногласия возникли на почве раздела сфер влияния в СИЗО Мир один города МИАСА Между двумя группами заключенных Произошел конфликт на почве распределения влияния среди заключенных В результате недовольные стали призывать соседей по камере к бунту и неповиновению По некоторым данным, тогда в беспорядках участвовало около ста человек Они ломали кровати и столы Поджигали постельное белье Разрушили две стены Резали руки Правда, без особого ущерба для здоровья Прояснить ситуацию на следующий день попытались общественники А что слышали? Шумно было Ну что было шумно? Шумно было Песни пели? Водичками спаливали Откуда? Крики слышали? Какие? Что убивают, режут Убивают, режут Следователи установили 13 человек, причастных к бунту в СИЗО Уголовное дело направлено в суд Ущерб после беспорядков в учреждении оценили в 700 тысяч рублей Также Следственный комитет вынес постановление руководителям ГУФСИН Об устранении причин, которые могли привести к беспорядкам Долги старые, а травмы новые Встреча со знакомым закончилась дракой Приехавший на машине приятель стал требовать с Челябинца вернуть долги А потом пустил в ход кулаки В результате 28-летний должник оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой Это фото последствий Избитый заемщик три дня был в коме Как все было, он и его супруга уже рассказали полицейским Сразу его начал за руку, иди сюда, поговорим Что уже было очевидно, что он приехал его бить Он нанес два удара, второй, который муж у меня просто отлетел, упал И вот головой стукнулся об асфальт Пролежал три дня в коме Известно, пострадавший раньше занимал у хулигана По словам жены, брал полмиллиона рублей Но говорит, что давно вернул средства И, видимо, сейчас мужчина пытался выбить проценты Заявление в полицию написано Ведется следствие Семья возмущена Ведь сначала дело было заведено по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью А теперь его переквалифицировали На причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности И если вино хулигана докажут То он может получить меньшее наказание Пенсионерки отказали в компенсации за гибель внука 74-летняя старушка требовала почти 4 миллиона рублей С Министерства обороны Ее внук погиб, проходя службу в вооруженных силах Еще три года назад Напомним, по официальной версии Солдат скончался во время учений На Северокавказском полигоне Впрочем, родственники до сих пор не верят В трагическую случайность Всего за день до гибели 19-летний Алексей Якобы серьезно повздорил с капитаном Но сыщики криминального следа В этом деле не увидели Этот капитан его при всем строе пригрозил Ну ты еще получишь Ты у меня гибель дождешься Он просто убит Им отомстили В итоге, по официальной версии Алексей погиб из-за несчастного случая И вот родственники требовали компенсацию с военных Районный суд удовлетворил иск в 4 миллиона А вот областной это решение отменил частично С Минобороны они получат лишь 400 тысяч В суде Тракторозаводского района Вынесли приговор женщине, которая убила отчима Она зарезала неродного отца Потому что тот стал приставать к ее сестре Как наказали даму, знает наш корреспондент В зал судебного заседания 28-летнюю Валентину Комарова заводит конвой Девушка выглядит подавленной Видимо понимает, что ее вряд ли оправдают На оглашение приговора пришли мать и сестра подсудимой Увидев Валентину, они не могут сдержать слез Женщины уверяли, она убила отчима Чтобы защитить сестру от его сексуальных домогательств Из-за того, что все участники событий находились В крайней степени алкогольного опьянения потерпевший стал приставать к своей родной дочери В результате этого подсудимая взяла на кухне нож, вооружилась ножом И нанесла несколько ножевых ранений по телу потерпевшего Испугавшись, девушка сама вызвала скорую Но медики спасти жизнь пострадавшего не смогли Он скончался от потери крови Мать подсудимой считает, что дочь была вынуждена это сделать Конфликт якобы спровоцировал сам потерпевший Она права, мне кажется, она права Так уже не первый раз, это второй раз Он должен был понести наказание, но как-то не так, конечно При назначении наказания суд учел и то, что за день до убийства Валентина украла у своего брата телевизор и тысячу рублей В итоге ей огласили приговор сразу по двум статьям Уголовного кодекса Материальных исков на Челябинку заявлено не было Приговор в законную силу пока не вступил и еще может быть обжалован Артем Самсонов, Владислав Шишмаренков, 31 канал Автомеханник отправится под суд за убийство челябинского предпринимателя Расследование громкого дела о смерти зятя генерального директора курорта Увельды завершено Напомним, в марте этого года исчез 36-летний Алексей Заварухин Директор Кыштымского завода газобетона отправился в один из автосервисов Красноармейского района Забрать свой автомобиль Инфинити Элитная иномарка стояла в мастерской два месяца Ее так и не починили При том, что коммерсант оставил предоплату в 80 тысяч рублей По версии следствия между механиком и клиентом Произошел конфликт Работник сервиса застрелил Заварухина, а потом собирался продать машину Автомобиль погибшего оперативники нашли на парковке возле аэропорта А ключи в квартире подозреваемого Прошу больше, если бы не очень сильно То есть вы признаете, да? Ну да, конечно Почему? А что-то еще причина была? Что за комплектив у вас выстрелили? Ну, получилось, что как бы, ну, начал нумер рваться То есть это было такое серьезное порыв? Да Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения Жительница Коркина хранила у себя дома больше полукилограмма героина 32-летняя женщина вызвала подозрения у сотрудников уголовного розыска Служители закона наведались в гости к предполагаемой преступнице Подробности прямо сейчас Полиция! Это кадры операции задержания Силовики окружили частный дом Женщина не ожидала визита оперативников И сразу побежала уничтожать возможные улики Деньги она попыталась смыть в унитаз Деньги, деньги, деньги Дамы, видимо, осознала, что попалась с поличным и устроила истерику Тише, тише В итоге оперативникам удалось найти шесть пакетов с героином Ты взвешивал? Тихо, тихо, тихо 550 грамм На женщину завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотика в особо крупном размере Женщина в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Водворена в изолятор временного содержания Теперь даме грозит до 10 лет лишения свободы Оксана Кравцова, 31 канал Защититься от грабителей легко и быстро Дельта, система безопасности Только этой осенью антикризисное предложение Комплект сигнализации с установкой всего от 3000 рублей Дешевле уже не будет Первые 30 клиентов получат подарок Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение Подробности по телефону 222 1111 Спонсор выпуска Уральский богатырь А время чрезвычайных новостей продолжается Не переключайтесь, самое интересное еще впереди Аварии с камер видеонаблюдения и регистраторов Лихач, который протаранил Роллс-Ройс и олигарх Снова встретились в суде И полицейские спили частушки для пенсионеров И на поле боя И в мирное время Стояли уральские богатыри За правду За силу русской земли За счастье родного дома И традиции богатырского качества Сильны и по сей день Уральский богатыр Сила в качестве Акция от компании Пластокно Весь октябрь распродажа окон от производителя Со скидкой 50% на изделие Оплата после монтажа С нами теплее Братьев Кошериных 54 Телефон 258-77-55 Настоящие фирменные аляски и бомберы Милитари и кэжуал Модная брутальная одежда В магазине Альфа74.com Зимой будет тепло ТРК Фиеста ТК Курчатов На Ленина 86 Он нуждается в теплой помощи И поддержке неравнодушных Прошлогодние холода Оставили 35-летнего Рустама без ног Единственная опора для него Старый стул Два протеза помогут Рустаму Сделать первые шаги К новой жизни Отправь СМС со словом Холода и суммы пожертвования На короткий номер 3430 В сей день Уральский погодыж Сила в качестве Акция от компании Пластокно Весь октябрь распродажа окон от производителя Со скидкой 50% на изделие Оплата после монтажа С нами теплее Братьев Кошериных 54 Телефон 258-77-55 Настоящие фирменные аляски и бомберы Милитари и кэжуал Модная брутальная одежда В магазине альфа74.com Зимой будет тепло ТРК Фиеста ТК Курчатов На Ленина 86 Он нуждается в теплой помощи И поддержке неравнодушных Прошлогодние холода Оставили 35-летнего Рустама без ног Единственная опора для него Старый стул Два протеза помогут Рустаму Сделать первые шаги к новой жизни Отправь СМС со словом Холода и суммой пожертвования На короткий номер 3434 Поделись теплом Подари надежду Уроки популярности от Моргана Фримана Что вы делаете? Ты облично справляешься, Скарлетт Давай! Видела? А я ведь не снимался 4 года Очень стиль Вы что, готовы со всеми разговаривать? А что? Я общительный Десять шагов к успеху Плечи Плечи Ты прекрасна Кино со звездами Десять вещей, которые тебе нравятся в жизни Ох Сегодня на 31-м Авария в пригороде Челябинска Иномарка потеряла управление И на полной скорости влетела в бетонный отбойник Заграждение спасло жизнь водителям и пассажирам авто Которые двигались по встречной полосе Почему водитель в кабушке потерял управление Придется выяснять инспекторам ГАИ В областном суде начинаются слушания По резонансному ДТП с участием Роллс-Ройса Водитель 14-й модели, который врезался в элитную иномарку олигарха Подал апелляцию в областной суд Он должен выплатить больше 3 миллионов рублей на ремонт машины Но надеется, что сумму снизят Кему продолжит наш корреспондент В это судебное заседание явился Владислав Кантемиров с адвокатом Водитель Роллс-Ройса И представитель владельца элитной машины Виновник аварии считает, сумма слишком завышена В социальных сетях челябинцы даже собирали деньги, чтобы помочь водителю расплатиться по иску Похоже, собранных средств, видимо, не хватило Бизнесмен тем временем заявил, что полученный по иску деньги отправит дочери заводчанина Который тот платит алименты Как говорят, 40 тысяч он платит, значит, 25 процентов Это сколько? 8 тысяч 8 тысяч маловато, наверное, жене с ребенком Поэтому эти деньги мы хотим открыть счет дочери и перечислять дочери Но какой девочке олигарх хочет перечислить эти средства? Непонятно, у Владислава растет сын Кстати, недавно в ДТП засветилась еще одна элитная иномарка олигарха Ламборгини Аментадор Пользователи соцсетей сообщили, что она вылетела с дороги, ударилась о бордюр и получила повреждения К слову, стоимость этой иномарки тоже около 20 миллионов Тем временем на заседании по делу о разбитом Роллс-Ройсе приобщили документы ответчика Он говорит, что готов заплатить чуть больше 2 миллионов рублей, а не 3, как постановил суд Процесс перенесли Суд готовится назначить череду новых экспертиз Участник банды наемных поджигателей предстанет перед законом Уголовное дело на 5 миллионов рублей рассмотрит Калининский суд По версии следствия, злоумышленник и трое его товарищей занимались поджогами по найму с 2013 по 2015 годы За небольшое вознаграждение от 30 до 60 тысяч рублей криминальная группа спалила 2 дорогих иномарки и 2 здания Общий ущерб подсодеянного составил более 5 миллионов Злоумышленников удалось задержать Один из участников банды, который предстанет перед судом, стал сотрудничать со следствием В отношении остальных соучастников преступлений еще ведется расследование В Калининском районе камера наблюдения сняла похитителей автомобильных колпаков Улица Сечерина, десятка останавливается рядом с иномаркой Из отечественной легковушки выходят трое молодых парней Их даже не смущают свидетели Пока водитель открывает багажник, его приятели оперативно снимают колпаки с колес После они сели в машину и дали по газам Партнер выпуска Дельта Системы Безопасности Открыли бизнес, купили квартиру, уезжаете из дома и боитесь за свое имущество Только в октябре комплект сигнализации с установкой всего от трех тысяч рублей Торопитесь, дешевле уже не будет Первые 30 клиентов получат подарок Защититься от грабителей легко и быстро Дельта Системы Безопасности Только этой осенью антикризисное предложение Комплект сигнализации с установкой всего от трех тысяч рублей Дешевле уже не будет Первые 30 клиентов получат подарок Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение Подробности по телефону 222 11 11 Переполох из-за подозрительного предмета В девятиэтажном доме в Копейске искали бомбу Местные жители обнаружили в подъезде коробку с надписями на арабском языке Накануне в восьмом часу вечера Здесь стояла коробка, а большая нет Я ее не видел Дверь открылась, я ее только раньше как бы видела Ну когда участковый пришел, он тут стоял Значит, он тут стоял Горожане тут же вызвали полицию Сотрудники спецслужб подъехали к дому буквально через несколько минут Первое было что? Как бы учение А потом, когда вот мы вышли сюда И нам закричали прямо, женщина ушла Отойти от дома Потом уже как бы чувство страха было В итоге напугавшая Копейчан коробка оказалась безопасной В ней был бытовой мусор Кто оставил в подъезде ящик, из-за которого произошел переполох Сейчас выясняют правоохранительные органы Снежинские полицейские разыскивают мошенников Похитивших 80 тысяч у двух пенсионеров Неизвестные представлялись родственниками пожилых людей 76-летней женщине они рассказали, что ее внук избил человека И нужно договориться с потерпевшим А 84-летнему мужчине они рассказали, что его сына могут посадить за учененное ДТП Жертвы аферистов отправили по 40 тысяч на чужие счета Тем временем в Челябинске задержали девушку Которая, по версии следствия, представлялась соцработницей И обманывала стариков Подробности в сюжете Эту девушку поймали после того, как в полицию обратилось несколько человек За что задержан сотрудник полиции? За мошенничество За мошенничество Каким образом совершали преступление? Не буду отвечать на этот вопрос Тем не менее, полицейские выяснили, как предполагаемая преступница могла выманивать деньги у стариков Жертвы обмана оказались жителями металлургического района Дама представлялась работницей социальной службы Путем обмана и злоупотребления доверием похищала деньги преимущественно у пожилых людей В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в совершении трех аналогичных преступлений Предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Сейчас девушка арестована Служители закона выясняют все обстоятельства Также ищут тех, кто еще мог пострадать от ее действий Правоохранители просят граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников К профилактическим мерам нестандартно подошли тюменские полицейские Я козу купить решила, заплатила в интернет Третий месяц сижу, жду, нет козы и денег нет Прислужба тюменского МВД выложила в социальной сети ролик, где главный участковой области спел о том, как не стать жертвами аферистов У банкомата папа Надя третий сутки уж ревет, потому что папа Надя назвала чужим пинком В полиции родственник ищет мужчину с татуировками на руках 45-летний Рамиль Ахмедьянов приехал в Челябинск из Ханты-Мансийского автономного округа 29 сентября он зашел с поезда на железнодорожном вокзале и пропал Позже его видели в том же районе, но сейчас его телефон выключен и денег с собой нет Из особых примет исчезнувшего На левой руке татуировка в виде волка, а на правой лев, на горле родимое пятно Близкие волнуются и ждут звонков от тех, кто знает, где он может находиться Военная полиция объявила в федеральный и международный розыск 58-летнего мужчину Виктор Желток обвиняется по уголовной статье присвоения и растрата Где скрывается этот человек неизвестно Военная полиция Челябинского гарнизона подозревает его в крупном преступлении Не исключено, что он покинул страну и сейчас может находиться за границей Несовершеннолетняя девочка ушла из дома и пропала 14-летняя Ирина Осенцева проживает в поселке Ух, это Ашинский район Пропала школьница еще 3 октября Из особых примет ребенка на руках с внутренней стороны запястья имеются шрамы Предположительно, беглянка может прятаться в Челябинске Сразу после выпуска смотрите, как быстро решить свои проблемы Морган Фримен в фильме «Десять шагов к успеху» Не переключайтесь, а я с вами прощаюсь И помните, сюжеты не придуманы Таким этот мир мы делаем вместе с вами Увидимся на следующей неделе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok